Здравствуйте, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Практически ежедневно в правоохранительные органы поступает информация о новых фактах телефонного мошенничества. Результаты анализа сообщений о мошеннических действиях, совершаемых по телефону, позволяют сделать вывод, что злоумышленники становятся все изощреннее и изобретательнее. Для реализации преступного умысла они зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, а также поддельные документы с реквизитами различных государственных органов и банковских организаций. Сегодня в программе еще раз напомним вам, уважаемые телезрители, о необходимости проявлять бдительность вместе с моей гостьей в студии. Наталья Анатольевна Воеводина, заместитель начальника отдела дознания управления МВД России по городу Самаре. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, начнем, наверное, программу с того, что подразделение, которое вы возглавляете, ну достаточно молодое. Расскажите, пожалуйста, о нем. Наше подразделение действительно, да, создано всего лишь год назад. Практически вот ему год скоро исполнится, как у нас всех собрали. Но это связано с тем, что у нас в 2020-2021 годы люди переведены на дистанционное обучение, на дистанционную работу и возросли в случае IT-посягательств на те, на денежные средства, которые у нас они имеются. И в связи с этим был проведен анализ и пришли к выводу, что необходимо создать одно подразделение, которое будет специализироваться именно на дистанционных мошенничествах и с целью эффективности в раскрытии данных преступлений. Задача, которую решает наше подразделение, это мы в основном расследуем все мошенничества, которые были совершены на территории города Самара дистанционным способом. Хочется отметить, что у нас преступления, они все относятся к преступлениям небольшой тяжести, и поэтому у нас суммы достаточно небольшие по нашим преступлениям. Небольшие какие? Ну, небольшие, это от двух с половиной тысяч, ну и в зависимости от имущественного положения людей, это, ну, до десяти тысяч где-то примерно. Ну, я не беру в расчеты банки, где это юридические лица, им ущерб причиняется до двухсот пятидесяти тысяч, это когда берутся кредиты на граждан. Ну, хорошо, но ведь мы периодически слышим в средствах массовой информации, и наши телеканалы достаточно часто публикуют информацию о том, что сегодня жительница мошенникам перевела сто, двести тысяч рублей. Недавно была информация лично, она меня поразила, потому как мы очень часто, ну, где-то раз в месяц мы проводим программы, и мои коллеги тоже говорим как раз о мошенничестве и говорим о том, что, ну, пожалуйста, граждане, будьте бдительны, тем не менее, одна женщина перевела мошенникам пять миллионов рублей. Скажите, вот такими большими суммами хищений ваше ведомство, получается, не занимается? Нет, большими суммами наше ведомство не занимается. Не занимается. Ладно, хорошо. Все-таки, если говорить о преступлениях в сети интернет, вот какие хищения денег у граждан наиболее, ну, скажем, распространены? Наиболее это в основном через популярные социальные сети, которые у нас имеются у всех практически приложения установлены. Там создаются либо группы интернет-магазинов, где продается различная одежда, обувь, косметика, ну, то есть все, что можно заказать в интернете, все это вот продается в этих интернет-группах. Интернет-площадки объявлений тоже о продаже различных товаров, которые у нас имеются. Также можно попасться на ловку мошенника при попытке найти работу. То есть если мы ищем через какую-то социальную сеть работу, нужно быть внимательным, потому что если потребуется ввести данные там своей карты, и особенно насторожиться, когда просят ввести обратно вот эти три цифры, то есть это, скорее всего, мошенники, которые могут списать ту сумму, которая у вас на карте есть. И наверняка есть еще такой ход, с которым наверняка вы тоже встречались, когда просят перевести, ну, какую-то определенную сумму за заполнение анкеты, там, на различные расходники и так далее. Тоже нужно опасаться, потому что за что переводить, если человек даже еще и не устроен на работу, верно? Ну, естественно, это тоже нужно насторожиться, когда уже к тебе обращаются, что нужно перевести определенную сумму, нужно обязательно задуматься, и прочитать хотя бы отзывы в интернете об этой фирме. Если это фирма, которая совершает мошенничество, я думаю, там отзывы найдутся, и можно себя обезопасить от списания денежных средств. Также есть случаи, когда на сайтах знакомства знакомятся, присылают ссылку, что можно сходить в театр, присылают эту ссылку, уже ты по ней проходишь и вводишь данные, опять же, своей карты, списываются деньги, когда ты уже обращаешься на сайт, там, кинотеатра, либо театра, и тебе говорят о том, что, извините, но у нас этого спектакля даже, в принципе, и не было. Не в репартуаре, да? Да. То есть, если вот так вот происходит, нужно хотя бы ознакомиться со списком того, что идет, какая программа, и после этого лучше заказать на сайте, не через приложение, не через ссылку, которую тебе прислали. Кроме того, тоже случай есть, когда в мессенджерах приходят сообщения с сайтов-двойников, известных интернет-магазинов, то есть нужно там, допустим, товар по акции продается, прям вот предложение действует 30 минут, пройдите скорее по ссылке, введите данные своей карты, и после этого, когда ты заходишь уже, то есть оплачиваешь там товар, заходишь уже в приложение, которое у тебя на телефоне установлено, и понимаешь, что в корзине у тебя и в доставках его нет. Ну, это еще мошенники пользуются, ну, так называемыми категориями людей, как шопоголики, да? Особенно сейчас, когда, вы совершенно верно сказали, жизнь год назад еще перешла на удаленку, удаленку всякую, да, в том числе, и определила покупательскую способность. Так вот, те люди, которые очень часто и любят это делать, заказывать в интернете, вот тоже обратите внимание, что именно вы вот такая вот, может быть, негласная, а может быть, даже и гласная мишень для мошенников, которые продают в интернете. Мы, готовясь к программе, и спасибо большое вашему подразделению, подготовили несколько роликов, вот у нас их есть несколько, давайте посмотрим один из них. Сотрудник банка по телефону никогда не попросит сообщить CVV-код, не предложит перевести деньги на другой счет, в том числе резервный, не будет убеждать вас помочь правоохранительным органам в поимке мошенников и тем более угрожать за отказ от содействия, не станет предлагать установить какие-либо программы и приложения на телефон, не будет привлекать к разговору сотрудников правоохранительных органов или предлагать перезвонить туда. Никуда не перезванивайте. Мошенники умеют подделывать телефонные номера. Если вы беспокоитесь за свои средства, лично обратитесь в ближайшее отделение банка. Не поддавайтесь панике, будьте бдительны. Наталья Анатольевна, я попрошу вас привести, наверное, примеры вот таких манипуляций, которые устраивают мошенники при покупке через интернет или при помощи бесплатных площадок объявлений. Вот о чем мы сейчас с вами говорили до видеоролика. Да, ну вот я уже рассказала про то, что цена, которая прямо вот сейчас, она закончится, скорее оплатите, скорее купите товар, купите телефон по самой низкой цене. Это да, это обычно люди как бы смотрят, что да, действительно, смотрят вроде бы как приложение, то, которое действительно оно есть, действительно им пользуешься, и переводят денежные средства. Но потом уже, естественно, деньги и магазин даже помочь в этом случае не может, потому что не через его приложение заказывали товар. И, соответственно, деньги ушли в никуда, и магазин уже здесь, вернее, мы к магазину никаких претензий не имеем, потому что сами уже совершили эти действия. Вы сейчас говорите про приложение, про сайты-двойники, да? Да. Когда даже маленький домен, который, казалось бы, не бросается в глаза там не .ru, а .net, да, ну, к примеру, условно, и вот это уже оказывается о мошеннике, правильно? То есть лучше все-таки через, в своем телефоне, через официальное приложение заходить и уже заказывать тот товар. Я вас правильно понимаю? Да, конечно, лучше зайти в приложение и посмотреть товар, ввести в поисковую строку, посмотреть товар и убедиться в том, что если действительно акции на него есть, конечно же, это хорошо, а если нет, то стоит задумываться, не мошенники ли вам это сообщение прислали. А, кроме того, указывают, допустим, тоже в различных площадках можно найти работу, которая недалеко дома, также просит вот данные своей карты, сейчас там проверить, работает, не работает, чтобы мы вам зарплату начисляли на эту карту. Ну, стоит задумываться, потому что может быть такое, что действительно это порядочная работа дателя, может быть, деньги испишутся, и уже ты их никогда не вернешь, и никто тебе в этом, в принципе... Ну, когда требуют вот именно те три цифры, которые на обороте карты, ведь даже сотрудник банка, когда выдает эту карту, говорят, это только ваша личная информация, никому и ни при каких условиях ее не сообщаете. Верно? Вот если сразу три цифры просят, можно сказать, мошенники, правильно? Ну, в большинстве случаев да. Просто бывает такое, что, конечно, и правда, но это один процент из ста, которые существуют. Также, когда вот, допустим, заказываешь товар, и тебе начинают, у меня уже есть один покупатель, уже этот товар спрашивает другой человек, если сейчас вы его не купите, то есть если ускоряют для совершения сделки и просят выйти, да, если на интернет-площадке переписываешься, выйти в личные сообщения, там, в различных приложениях, то можно задуматься, что это совершает мошенник, потому что в приложении также можно общаться, и если ты выходишь, и там тебя торопят, и предлагают перевести денежные средства, то как вариант могут вас обмануть. Ну, конечно, я не отрицаю, что это может быть и добросовестный продавец, но в большинстве случаев да, когда вот так обращаются, и когда начинают просить там, переведи мне на телефон деньги, вот я не могу тебя отправить, потому что не хватает денег, чтобы там доехать до какого-нибудь адреса, то, соответственно, это уже дает знак о том, что с вами общается мошенник. Также в основном, когда вот микрозаймы тоже очень много есть, обращаются, пришлите, пожалуйста, фото своего паспорта с разворотом. Ну, то есть это вообще, в принципе, не стоит никогда делать, потому что это персональные данные, которые в дальнейшем могут быть использованы. Использованы против вас. Да, против вас. Поэтому лучше себя обезопасить, и когда совершается какая-то сделка по покупке товаров, то нужно либо отзывы прочитать о магазине, либо проверить через приложение, которое у нас есть в телефоне. Ну, а потом никто не отменял русскую народную пословицу, что бесплатно сыр бывает только в мышеловке, и скупой, конечно же, платит дважды, особенно когда дорогостоящую технику или телефоны, или там украшения предлагают, ну, действительно, там, с 90-процентной скидкой. Стоит уже задуматься. Правильно? Конечно. Конечно. Это стоит уже, наверное, много раз задуматься, когда вот такое предложение, которое прям вот действует короткое время... Да, несколько часов, а может быть даже час, и деньги нужно перевести. Сейчас. Вы знаете, у меня к вам какой вопрос? Вы сказали, что скоро будет год в вашем подразделении. А вот есть ли на памяти вот какие-то такие яркие случаи и примеры, когда вы, сотрудники, да, которые служат в полиции, ну, действительно удивлялись вот, ну, беспечности, что ли, жителей, когда переводили, ну, большие суммы денег, или вот, ну, просто оказывались в ловушке мошенников? Я вот, например, всегда удивляюсь, когда читаю дела, когда в приложениях, в социальных сетях знакомый тебе пишет о том, что прошу, я попал в беду в тяжелое материальное положение, или там срочная операция, или еще что-то, пришли мне, пожалуйста, деньги и присылает номер карты. То есть это прям вот очень много таких случаев, когда можно позвонить знакомому и спросить, действительно ли тебе нужны эти денежные средства. Но люди в основном в нашем режиме, то, что всегда быстро нужно все, бывает некогда, и вот на эту уловку они очень много попадаются и присылают деньги. А в итоге, когда уже знакомым созваниваются, да, они понимают, что их страницу взломали, и, соответственно, деньги они перевели стороннему человеку. Кто чаще всего становится жертвами подобных преступлений? Люди все-таки пожилого возраста, среднего или даже молодежь наша современная, продвинутая, действительно классная наша молодежь попадается вот на такие уловки? Ну, у нас все категории граждан, которые попадаются на уловки мошенников, но в основном это молодежь, которая, как же я говорила, заказывает товары. То есть вроде бы сумма небольшая, как бы с ней не жалко расстаться. И переведешь, а вдруг товар придет, а вдруг вот он не придет. Поэтому... То есть иллюзия обмана такая, да? Да. Может быть нажива. Как вот они, ну, понимают, что их обманули, но все равно вот какой-то вот в переписке, там, в разговоре мошенник всегда вот на какие-то вот ноты давит, что можно, да, действительно ему поверить и перевести деньги, когда ты уже это сделаешь, ты понимаешь, что я ведь перевел мошеннику. Да, да. Посмотрим еще одно видео. Осторожно обман! Будьте внимательны при использовании электронных торговых площадок. Вам поступил звонок от покупателя. Сговорчивый клиент готов прямо сейчас приобрести товар, не торгуясь. Для перевода денег просит продиктовать ему номер карты, срок ее истечения и три цифры, находящиеся на ее обороте. Однако, получив эти данные, преступник полностью завладевает счетом своей жертвы. Не сообщайте данные банковской карты незнакомым людям. Продолжаем разговор. Наталья Анатольевна, а вот интересно, что говорят пострадавшие люди? Почему все-таки они переводят деньги? И часто или не всегда осознают, что имеют дело-то с мошенником? И все-таки вот чаще всего какие суммы похищают? Ну, суммы различные. Вот, как я уже говорила, от двух с половиной тысяч до двухсот пятидесяти тысяч похищаются. Люди, ну вот в большинстве случаев, они всегда уведомлены, они смотрят передачи, они читают интернет, они знают о том, что очень много мошенников, которые могут их обмануть. Но по каким-то причинам, вот, скорее всего, мошенники, да, действительно, как-то они знают, на что надавить на человека, ну, в переписке, в разговоре, и они переводят деньги и как бы задумываются о том, что совершили, когда уже сделка совершена. Либо, когда уже ждут отправки товара, начинают писать продавцу, а продавец им не отвечает. То есть и после этого они знакомятся с отзывами о сайте и понимают, что да, их обманули, что этот сайт, который создан специально, и либо они присылают некачественные товары, либо вообще товар никакой не присылают, либо что-то вместо товара присылают. Ты идешь добросовестно оплачиваешь на почте. Ты ждешь до последнего, да? Действие совершают в обратном порядке, а далеко не в том, в котором нужно, да, сначала посмотреть отзывы, сначала проверить продавца, а потом уже... Ну, это, скорее всего, связано с ритмом нашей жизни, что нужно все быстрее, что ты торопишься, нужно это все заказать, а в итоге получается так, что тебя могут и обмануть. Да, наверняка еще многие, кто сталкивался с мошенниками и особенно оказался обманутым, наверняка думают, да, я где-то это слышал, но это наверняка произойдет не со мной, а с моим знакомым, соседом там и так далее. Ну, не, ну как же так, я же самый умный, и со мной этого не произойдет. А вот почему мы вот так часто говорим на эту тему, потому что действительно эта проблема очень актуальная. Мне лично, ну, раз пять точно звонили мошенники. Мошенники лично вам звонили, как вы ведете разговор, если вот бы вам позвонил мошенник, а может быть и звонили? Ну, мошенники как бы звонят, но я стараюсь с ними разговор не поддерживать. То есть, когда я понимаю, что они ко мне обращаются, здравствуйте, мы хотим обратиться к вами с предложением, я с ними дальше разговор не продолжаю, потому что в сфере, наверное, профессии я уже понимаю, что кто-то может меня обмануть, и даже когда вот эти вот ссылки приходят, смотришь, ну, и понимаешь, что я, наверное, лучше откажусь от этого предложения и заказывать этот товар не буду. Ну, а скажите, вот чисто ваш профессиональный совет, как нужно, если тебе позвонил мошенник, продолжать разговор, либо сказать, что я знаю, что вы мошенники, с вами я беседовать не буду, это второй исход событий, либо просто отключить телефон и не общаться? Ну, я бы вот посоветовала дальше не общаться и после этого сообщить, там, у нас много площадок, где можно сообщить о мошенниках, сообщить, что данный номер подозревается в том, что это звонит мошенник, и уведомить, ну, хотя бы куда-то написать, либо где-то оставить отзыв. У нас приложений сейчас достаточно очень много, и после этого, я думаю, что остальные люди, когда будут видеть, что звонок осуществляется мошенникам, они просто не возьмут трубку, может, кто-то себя обезопасит таким образом. Стоит ли, вот вы сказали, что обращаться, написать и так далее, но вот все-таки стоит, если вас обманули мошенники, пускай на незначительную сумму, там, тысячи, две тысячи рублей, хотя в наше время для многих людей и это деньги, идти, писать заявление в полицию? Я думаю, что стоит. Просто если это, конечно, единичный случай, бывает такое, но бывает такое, что это и много случаев, то есть это ты не один окажешься, а много людей окажется... В этой цепочке преступлений, да? В этой цепочке, да. То есть многие люди могут попасться на различные уловки, хотя бы как бы, ну, и мы будем знать о том, что, да, действительно, совершаются мошенничества, да, этот номер, он может быть там, либо карта, либо банковская карта, он может принадлежать мошеннику, и мошенник может и на это надеяться, что, ну, из-за этих там двух с половиной тысяч ты никуда не пойдешь. А на самом деле, да, действительно, если как бы обратились, то, в принципе, он будет продолжать пользоваться этой картой, и когда-то, может быть, эту выстроив цепочку, мы его установим. То есть это все-таки работа непосредственно вам в помощь в раскрытии данных преступлений, поэтому гражданам нужно быть еще бдительным и в этом вопросе, да, если все-таки уж попался на удочку мошенников, то иди и сообщи об этом случае, а может быть, какой-то случай впервые произошел, да, мошенники изобрели какую-то новую схему, и вот именно о ней нужно пойти и органам полиции сообщить. Да, и нужно именно так действовать. Хорошо. Как налажена работа ваша с другими подразделениями? И скажите, пожалуйста, вот часто ли приходится взаимодействовать? Ну, в основном мы взаимодействуем с оперативным подразделением уголовного розыска, и мы взаимодействуем по каждому уголовному делу постоянно. То есть у нас работа начинается с тем, что мы там обмениваемся информацией, и пытаемся что-то как-то установить и найти все-таки лицо, которое совершило преступление, там установить IP-адреса, то есть у них как бы свои возможности, у нас свои возможности, и мы по каждому уголовному делу обмениваемся информацией, и, в принципе, вот это нам очень способствует для раскрытия преступлений. Скажите, а не обращаетесь ли вы, ну вот, к примеру, да, сайт «Двойник», и вы поняли, что вот именно с этого сайта или с этого приложения «Двойника» совершено преступление, а внутренние службы безопасности, именно настоящих сайтов, они же ведь тоже заинтересованы в том, чтобы их имя честное, да, не пересекалось с действиями мошенников. Вот каким образом, вот в этом плане вы взаимодействуете вот со службами безопасности настоящих сайтов? Ну да, мы на многие сайты обращаемся, сообщаем им о том, что да, действительно вот создан двойник вашего сайта, обратите внимание, и как бы просим, чтобы они приняли меры для того, чтобы как-то более обезопасить свой сайт, чтобы мошенники к ним, то есть не создавали их двойников, этих сайтов, то есть чтобы они усилили защиту. Наталья Анатольевна, а вы можете привести пример, вот когда в результате такой совместной работы нескольких подразделений, вот действительно удалось изобличить злоумошенников? Ну да, у нас много действительно таких примеров есть. В основном, вот как бы сейчас у нас в производстве находятся уголовные дела, это оформление микрозаймов. Жительница далеко не Самары, то есть она приезжала в Самару, оформляла по паспорту, по поддельному микрозаймы, кредиты, ну то, что банки одобряли, то она и оформляла. И поэтому, когда были зарегистрированы заявления от этих банков о том, что да, нас обманули, и достаточно там суммы, большие денег были ей выданы, да. И вот оперативными подразделениями во взаимодействии, да, мы установили лицо, которое совершало эти преступления. Также у нас распространяли косметику на сайтах тоже, когда мы взаимодействовали, установили приложение, и после этого там продавали косметику. То есть там был не один потерпевший, там было много потерпевших. И после того, как я вот, ну, дело прочитала, ознакомилась, и там был указан сайт, я зашла на сайт в интернете, почитала отзывы об этом сайте, и там много людей писали, что да, действительно мошенники, либо они не присылают товар, либо товар не того качества, который мы заказывали. Да, также у нас продажа обуви тоже на интернет-площадках тоже. Также мы при взаимодействии размещали объявления о продаже, указывали данные карты, ну, естественно, конечно, не своей. И после этого, когда потерпевший переводил деньги, просто продавец на связь не выходил, и денежные средства не возвращал. Номер телефона, естественно, был выключен, и он, да, ему же этим номером не пользовался. Также у нас заказ дипломных работ был, то есть студенты порыва, когда нужно что-то сделать, они обращаются через интернет-площадку, заказывают дипломные работы. Вот стоит, наверное, сейчас тоже сделать на этом акценты и предупредить, потому что сейчас как раз, да, идет горячая пора сдачи сессий, экзаменов, госэкзаменов, дальнейшее поступление, вот, да, можно сейчас, наверное, и мошенники в этом плане активизировались. Ну, то есть, да, есть спрос, и рождает предложение, да. То есть нужно внимательно относиться ко всему, обращаться, конечно, всегда к проверенным источникам, да, и после этого только оплачивать сумму, которую они просят. Спасибо. Есть еще одно видео, посмотрим мы его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. В общем, ваш внук попал в больницу, вам нужно перечислить. Мы вас поздравляем. Вчера вы посещали наш сайт и выиграли 1 миллион рублей. Чтобы его получить, вам нужно... Добрый день. Это служба безопасности банка. Кто-то обналичивал вашу пенсию, мне нужны данные вашей карты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и, наверное, логичный вопрос, который подведет итог нашей сегодняшней программы. Наталья Анатольевна, скажите, что делать, если вдруг все-таки ты стал жертвой мошенников? Ну, во-первых, убедиться в том, что, да, действительно, тебя уже обманули, отзывы ты прочитал, везде посмотрел. Написать продавцу, если он все-таки в тебя в черный список не добавил. Может быть, это действительно какой-то сбой поставки произошел. Хочется верить до последнего. Ну, верить до последнего. Ну, да, конечно, случаи такие редки. И после этого можно обратиться в полицию, то есть прийти лично, написать заявление, либо обратиться на сайт ГУМВД, написать заявление. И желательно, когда вот ты уже понял, что тебя обманули, сделать скриншоты всех переписок, которые у тебя были. Если там, конечно, были указаны номера телефонов и банковских карт, то это тоже нужно обязательно сделать, нам предоставить. И если там есть какие-то ID-страницы, нам это очень помогает в расследовании. Тоже вот эти, когда вот переписываешься в социальных сетях, то есть у тебя высвечивается ID-страницы. Нужно сделать скрин, и когда, если просто тебя потом заблокируют, мы этот ID не увидим. И когда даже потерпевшие заходят, они уже их не видят, потому что их заблокировали. То есть желательно сразу все сделать, все скриншоты, пока еще переписку продавец не удалил, чтобы это все у тебя было. И после этого уже обращаться к нам с заявлением, прилагать вот эти все документы. Очень сложно раскрыть преступления, связанные и с интернет-мошенничеством, и с телефонным мошенничеством, и уж тем более с IT-технологиями, но тем не менее. Можете озвучить вот хотя бы какой-то процент раскрываемости данных преступлений? Ну, процент-то, да, сейчас он невелик. У нас процент раскрываемости, он составляет около 35%. И это из 100? Ну да, из 100. А мне кажется, это серьезная цифра. Ну, серьезная, но все равно хотелось бы, чтобы оно было больше, потому что, как бы, мошенники, они не останавливаются, они продолжают дальше. То есть мы разберемся в одной схеме, они придумывают другие схемы. Поэтому, как бы, хотелось, чтобы... Хотелось бы, наверное, да, обратиться к гражданам. Пожалуйста, я представлю вам заключительное слово. Уважаемые граждане, я бы хотела к вам обратиться и попросить о том, что когда вас просят перевести деньги и обязательно сообщить код, который указан на обратной стороне карты, вы сначала задумайтесь. И в большинстве случаев это совершаются мошенники, поэтому не стоит этого, оплачивать эту сумму и также сообщать кому-то либо код. Потому что эта карта может быть доступна мошенникам, и спишется не только то, что у вас заявлено, может и дальнейшее списание денежных средств продуматься. И еще мало того, оформить кредит. Поэтому берегите себя, берегите свои персональные данные, особенно данные паспорта банковских карт. Ну и, конечно, не будьте и не попадайтесь на уловки мошенников. Благодарю вас за интересную беседу. Я думаю, что ответы мои гости были более чем исчерпывающими. Спасибо большое, вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин